В последнее время ходят слухи о разладе в семье заслуженной артистки России певицы Алсу, ведь она часто стала появляться на публике без обручального кольца. Летом поклонники Алсу забеспокоились, когда она опубликовала в социальных сетях загадочные и меланхоличные сообщения, а потом, к всеобщему удивлению, артистка появилась на концерте без обручального кольца. Естественно, это вызвало массу домыслов и сплетен среди ее поклонников. Но давайте углубимся в эту интригующую историю. В конце июня Алсу опубликовала в своем личном блоге фотографию, на которой ее обнимает бородатый мужчина. Личность этого человека остается загадкой, так как певица предпочла не комментировать ее в социальных сетях. Кроме того, на празднование ее дня рождения, 40-летие, Ян отсутствовал. Это было для него необычно, поскольку он привык не только поздравлять всех членов семьи лично, но и дарить любимой жене роскошные подарки. Похоже, что в их отношениях наступил перерыв или они переживают не лучшие времена. Алсу и ее мужа Яна Абрамова часто считают олицетворением идеальной пары. Она даже сделала перерыв в карьере, чтобы сосредоточиться на семье и воспитании детей. Супруги богаты, успешны, знамениты и, несомненно, красивы. Но, как и в любой другой паре, слухи о кризисе в отношениях стали появляться все чаще и чаще. В ситуацию вмешался менеджер Алсу Сергей Фадеев, который заверил всех, что главное для Алсу и Яна – это работа, а не слухи вокруг их личной жизни. Он подчеркнул, что супруги заняты своим творчеством и что, кроме них самих, никто больше не может рассказать об их личной жизни. Несмотря на домыслы, у Алсу и Яна трое прекрасных детей – Софина, Микела и младший сын Рафаэль. Алсу активно участвуют в развитии своих наследников и заботятся об их светлом будущем. Микела уже успела заявить о себе, участвуя в вокальных конкурсах, таких как «Голос дети», и даже несколько раз выходила вместе с матерью на сцену. Конечно, скандал на шоу – это та еще популярность, но девочка переступила через осуждение и критику и продолжает строить свою певческую карьеру. Она упертая, как и ее отец. Вспомните, победа Микелы Абрамовой в конкурсе «Голос дети» сразу же вызвала споры и критику со стороны общественности. Многие считали, что ее успех объясняется влиянием знаменитых родителей. В результате организаторы решили провести расследование, в ходе которого выяснилось, что имела место манипуляция с смс-голосованием. В связи с этим первый канал был вынужден аннулировать победу Микелы. А вот дальше все становится еще интереснее. Недавно Алсу, мама Микелы, рассказала о скандальной победе в интервью YouTube-шоу Осторожно Собчак. Изначально она хранила молчание по этому поводу, но в конце концов решила высказаться. Она призналась, что действительно покупала голоса для своей дочери и объяснила, что это было в рамках правил конкурса и что все участники поступали так же. Каждый смс-голос стоил денег и Алсу призналась, что сама купила 40 голосов. Она даже рассказала, что отправляла смс-голосование в перерывах между съемками, используя оба своих телефона. Алсу не могла сдержать слез, рассказывая о своем поступке. Она отметила, что поступила так, как поступил бы в подобной ситуации любой другой родитель, обратилась за поддержкой к родственникам и друзьям. Алсу также признала, что ее собственная известность и легион поклонников в социальных сетях сыграли свою роль в том, чтобы повлиять на результаты. Она выразила раскаяние в содеянном и принесла извинения за разочарование, вызванное скандалом. Прямо невинная овечка. Вы поверили? А на днях Алсу удивила своих поклонников, показав лицо своего семилетнего сына Рафаэля. Алсу, родившая Рафаэля в 16-м году, всегда очень бережно относилась к частной жизни своих детей. У нее и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова, трое совместных наследников, и до сих пор Алсу старалась держать Рафаэля подальше от посторонних глаз. Но в этом году все изменилось. Рафаэлю исполнилось 7 лет, и Алсу решила, что настало время представить его миру. Она выложила в своем микроблоге трогательное видео, на котором видно, как она обнимает своего мальчика. Несмотря на то, что она показала лишь часть лица Рафаэля, этого оказалось достаточно, чтобы очаровать ее подписчиков. Многие заметили поразительное сходство между Рафаэлем и его отцом Яном Абрамовым. Поклонники засыпали комментарии словами восхищения, называя Рафаэля прекрасным мальчиком и восхваляя любовь между матерью и сыном. Похоже, что Рафаэль унаследовал внешность своего отца. Он настоящий красавец. Но не только это заслуживает внимания. Алсу рассказала, что Рафаэль очень активный и талантливый ребенок. Он любит музыку и играет на фортепиано, демонстрируя невероятное чувство ритма. Более того, Алсу даже сказала, что не удивиться, если Рафаэль пойдет по ее стопам и займется искусством, как его старшая сестра Микела. Почему же Алсу решила показать лицо Рафаэля именно сейчас? Она всегда считала, что у ее детей должна быть свобода выбора, когда и как им появляться на публике. И теперь, похоже, Рафаэль готов к дебюту. Да и слухи о здоровье мальчика родителей, наконец, решили опровергнуть. Ведь сколько будет тянуться шлейф домыслов и догадок о страшных диагнозах, таких как синдром Дауна, ДЦП и генетических отклонений. Как видите, мальчик абсолютно здоров, и мы рады за него и его семью. А что будет дальше с браком его родителей, известно только Богу. Ведь уже ни раз и ни два средства массовой информации разводили Алсу и Яна Абрамова. Но они вот уже 17 лет вместе, несмотря ни на что. Ему приписывали многочисленные измены, но ни разу не было доказательств или подтверждения от супругов. А сейчас давайте посмотрим на этого замечательного ребенка еще раз. Остается только догадываться, что ждет этого талантливого юношу в будущем. Может быть, когда-нибудь мы увидим его на сцене, идущим по стопам своей матери. А пока давайте полюбуемся этим очаровательным мальчиком и его мамой. А как вы считаете, Алсу действительно талантливая певица, ведь в 35 лет получила звание заслуженная артистка России? Или это деньги и связи отца и мужа сделали из нее звезду? Делитесь своим мнением в комментариях.